Я думаю, что ближайшие 5-10 лет перспективы очень радужные на данный момент. И, конечно, они все касаются в основном технологий. На данный момент происходит технологическая революция не только в плане перехода с аналога в IP, но и также с точки зрения технологий видеоанализа. И более того, мне кажется, очень важный момент, что сами камеры становятся разумными, так сказать. То есть камеры не просто сжимают видеопоток и отправляют, но мощности процессоров растут, и они уже способны делать намного больше, анализировать видео и предоставлять пользователю информацию в намного более расширенном виде, скажем так. Ну, основная проблема в крупных объектах, это, конечно же, города и крупные предприятия, в том, что количество данных, которые накапливают системы, становится слишком большим. Фактически обрабатывать эти потоки уже неэффективно, нереально. И как раз то, о чем я говорил, именно технологическая революция, связанная с появлением возможности анализировать видео уже в камерах, накапливать это видео в специальных базах данных и дальше позволять пользователям, операторам искать в этих массивах. Я думаю, что вот это станет основным таким новым трендом, в который пойдет все системы, просто потому, что эффективность систем выйдет на совершенно новый уровень. Ну, до сих пор, конечно, самым главным драйвером был это IP, вот. Но этот год стал таким своеобразным годом, на мой взгляд, такого быстрого перехода в IP. И на данный момент мне в будущем уже просто сам факт перехода в IP уже не будет драйвером, потому что на данный момент уже определились сегменты, то есть большие распределенные системы – это IP, а маленькие, так сказать, недорогие системы – это пока все еще аналоговые. Но и, соответственно, мощным драйвером на будущее это не станет. Но, на наш взгляд, как раз технологии в виде анализа, которые позволят предоставить сервис видеонаблюдения большему количеству людей, например, через такие технологии, как облачные технологии, скажем, то есть предоставить этот сервис без серьезных капитальных вложений, я думаю, что вот это тот новый тренд, который мы теперь ждем, то есть аналитика плюс видео как сервис. Да, ну, а здесь, наверное, так же, как вот с переходом IP, можно сказать, что вот эта конвергенция с IT, она, в общем-то, произошла. На данный момент практически все компании, которые на нашем рынке, системные интеграторы, уже стали также и IT-интеграторами, ну и наоборот, IT-интеграторы, кому интересна была эта тема, уже стали со своей точки зрения интеграторами в области безопасности. То есть я считаю, что конвергенция, она во многом здесь завершена, и какого-то особого влияния, я думаю, мы больше не ждем. Просто надеемся, что мощности процессоров будут расти, пропускная способность каналов будет расти, и все это позволит нам выполнять еще более аккуратно видеоналитику, и еще больше сервисов предоставлять готовых через, по сетям, через облако и так далее. Ну, наша компания ITV Accentsoft с первого года основания выставки является генеральным спонсором выставки. Мы поддержали идею, эту идею с самого начала, потому что мы являемся лидером рынка, и можно, так сказать, без скромности, может быть, отчасти неким визионером рынка, да, то куда пойдем? Соответственно, тема IP, конечно же, 6 лет назад это была самая-самая актуальная тема, и на сегодняшний момент мы видим, что действительно все случилось то, как мы и представляли 6 лет назад. Все системы стали высокого качества, с высоким разрешением, IP и так далее, и так далее. Ну, хочется дальше пожелать, наверное, выставке, чтобы она именно так же находила эти тренды, новые тренды, куда мы идем дальше, и, соответственно, не останавливаться.